друзья мои всем привет с вами кухня с акцентом и сегодня у нас шикарнейшее видео легендарное видео сегодня я вам покажу один из рецептов хочу так это хочу готовить мой друг ребят тоже шикарный повар вот я у него взял рецепт поэтому приписывать его себе не буду кориджан спасибо тебе я просто недавно к нему в гости ездим обалденное харчо ребят просто ты вы сделаете на 10 человек и и скушаются сразу вдвоем скушаете не правда очень вкусно кстати друзья что касается розыгрыша картин переходите результаты будут в конце нами давайте приступим непосредственно к приготовлению для начала сразу скажу чтобы избежать вопросов харчо и суп харчо это разные вещи продукты целом одинаковые как бы идут но суп харчо и харчо на вкус очень отличаются друзья на отличаются на вкус и отличаются по консистенции это учтите это не суп харчо а именно харчо для того чтобы сделать идеальный харчо по этому рецепту вам нужно сварить говоришь бульон я специально взял голяшку друзья хочу долго варить чтобы весь коллаген весь вкус из мяса вывалить и сделать очень вкусный и насыщенный бульон с этого мы сейчас и начнем нарезаем голяшку вот пока на такие стейки смотрите затем берем эти стейки вот так и разрезаем пополам вот на такие кусочки чтобы их можно было потом удобно отправить себе в рот не очень большие не кстати всегда говядину нарезайте поперек волокон вот смотрите волокна их очень легко увидеть вот как они идут вот смотрите это волокна нарезаем поперек волокон так мясо жуется намного легче и отправляем наше мясо друзья в холодную воду это очень важно нам нужно чтобы мясо постепенно нагревалась отдавала весь свой вкус вот этой воде и бульон получился очень насыщенный от этого кстати вкус харчо тоже зависит сюда же отправляем одну луковицу можно вот так пополам добавить морковь тоже пополам добавили сюда и специи лавровый лист примерно три маленьких лавровых листика тушистый перец 5 горошин и горошин 10 черного перца конечно это все не молотая зернами друзья добавляем и затем чуть-чуть соли так как у меня голяшка я думаю что примерно два два с половиной часа понадобится но обязательно пробуем это не забудьте пройдет часик попробуйте мясо в другом у вас не голяшка что-то другое до нежное мясо в общем пробуем и как только мясо сварится все готово кстати друзья мне сейчас надо убегать завещать надо видео поэтому мы просто сварим бульон а само приготовление уже завтра продолжим а пока оператор за нашим бульоном присмотрит да оператор сначала включаем температуру высокую чтобы у нас вода быстро закипела а потом убавляем ниже средней чтобы у нас говядина знать что там все не переходила что булькала варилась но при этом без радикализма в общем и дорогие пену не забудьте снимать время от времени подходите пена не нужна из-за нее вкус бульона становится немного замиленный я вам часто это говорю не знаю даже как это объяснить замиленный ну немножко невкусный бульон когда в нем много пеной лично для меня поэтому пену конечно же убираем ладно то завтра если вы тоже вечером смотрите всем спокойной ночи а хотя вы же до конца посмотрите видео ладно пока ну что ж бульон у нас готов сейчас мы все что нужно нарезать на режим все что нужно перекрутить перекрутим и потом уже блюдо соберем начинаем друзья с лука лук нужно нарезать мелко мелко но не очень затем нарезаем кинзу и петрушку тоже мелко шинку им сайте момент какой кстати можно когда в блендере или мясорубке мы будем прокручивать орехи можно и зелень тоже прокрутить но момент какой хочу станет немножко темнее поэтому я всегда советую друзья зелень именно вот так мелко рубить и только потом добавлять блюдо так блюдо выглядит симпатичнее ну что ж зелень нарубили сейчас нам нужен измельчитель блендера отправляем сюда грецкий орехи простите ребят я на этот смотрю оператора ей объясняю отправляем сюда грецкие орехи оператор учись это же не только для людей отправляем грецкие орехи в измельчитель кстати можно и в мясорубке тоже без проблем сюда же добавляем специи это друзья приправа для харчо она так называется друзья без паники если у вас нет приправе для харчо я в описании к видеоролику добавлю какие специи надо вместо этой приправы из чего они состоят это и напишу и получится у вас идеально не переживайте если вы смотрите грузинскую кухню скорее всего эти специи у вас уже есть и смотрите ребят я что делаю чеснок тоже через чеснокодавилку и сюда же к орехам что блендеру было легче его перемолоть и совсем чуть-чуть соли буквально пол чайной ложки не забудьте что у нас бульон тоже соленый ладно накрываем измельчаем готова уже даже масло выделилась как вы видите ореховая все можно остановиться дальше друзья моем весь надо помыть его так что вообще вода была прозрачная можно взять круглый рис он идеально подходит ну а если честно ребят то что у вас под рукой будет это же все-таки грубая такая деревенская еда люди добавляют что имеют под рукой просто круглый рис лучше всего подходит я сейчас промою и вернусь затем берем топленое масло ребят если у вас топленого масла нет это вообще не проблема берите просто подсолнечные если есть вообще идеально кстати как сделать топленое масло по грузински она называется эрбу вот сейчас тут подсказка всплывет очень очень вкусное и классное масло у меня уже почти закончилось как вы видите надо будет еще делать масло растворилось начало уже дыметь этого нам не надо сюда лук отправляем и знаете как сейчас нужно вот хорошенько на топленом масле лук прижарить чтобы немножко подрумянился при этом не сгорел это важно но его хорошенько нужно приготовить так блюдо будет еще вкуснее в общем стоим не отходим жарим лук смотрите лук у нас уже таким с коричневатым оттенком очень хорошо еще совсем чуть-чуть минут буквально 2-3 друзья смотрите идеально лук еще такой сочненький но уже пахнет жареным луком такой приятный аромат сейчас отправляем сюда томатную пасту пока без ничего и слегка томатную пасту прижарим чтобы исчез вот этот металлический привкус буквально минуты две-три вот в этот момент когда вы томат добавили еще можно чайную ложку добавить сахара если вы хотите сахар очень хорошо вкус балансирует и после того как вы томаты хорошо прижарили одну банку рубленых томатов отправляем ну или можно свежие это вообще без проблем по весу там просто как я написал маме знаете как и как по мне из для них немножко вкуснее получается вот который из банки но если их нету это вообще не проблема просто берите обычные томаты мелко нарубаем и сюда отправляем после того как у нас помидоры закипели отправляем сюда же мясо прям к помидорам друзья как только у нас мясо прогрелось начинаем сюда добавлять бульон и наливаем потихоньку нам вот этот перец лавровый лес это все нам не надо осторожно наливаем пока достаточно не спешите сейчас сюда орехи и хорошенько разбавляем о цвет сразу такой медин харчо заметили да о как аппетитно выглядит сразу ничего себе смотрите друзья затем ждем закипания смотрите еще воды надо обязательно потому что сюда весь пойдет рис конечно все загустит конкретно добавили сейчас сюда риса перемешиваем что сейчас мы делаем ждем пока тут у нас весь сварится все зависит от того какой у вас рис если круглый лиц это примерно 15-20 минут если пропаренный лиц это где-то 20-25 иногда даже 30 минут поэтому на самом деле просто попробуем если мы увидим что вели рис сварился добавляем зелень кипятим еще чуть-чуть и все великолепно я хочу готова правда я еще не добавил остроты пока я воздерживаюсь чуть-чуть потому что наш оператор уже она говорит что объелась острова ей нужно немножко этот как его перерыв сделать а я такие перерывы не понимаю что на перерыв от острова ладно потом к себе тарелку добавлю ничего страшного ну что ж дорогие у нас рис почти сварился сейчас добавляем сюда зелень кстати консистенция друзья смотрите идеально как я хотел вот просто супер такая консистенция жидкой сметаны это кстати очень легко отрегулировать некоторые любят более жидкая некоторые еще гуще вообще как каша но как по мне это очень-очень даже классно этого хватит варим еще минут пять чтобы зелень хорошенько прогрелась ароматы отдала и наше блюдо готово целом харчо уже готово сейчас пробуем кстати возьмем знаете как чуть-чуть саму массу и чуть-чуть мяса нужно попробовать на соль и на остроту если виша сливчики вы делаете чуть по острее чем я ой 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 ребята какое оно вкусное всего достаточно ну что ж друзья подходите покажу вам консистенцию я посадил такая как мне нравится может даже немножко густо разбавится нет не хочу разбавлять люблю когда густо и на хлебе все это остается как надо думаю хватит я сейчас делаю одно очень важное дело и вот сюда вот так пробуем полой ой чуть-чуть с остренькой это следующий уровень давайте мясо пробуем оператор иди тебе тоже дам попробовать что ты понимала насколько тут мясо вкусное просто друзья оператора еле погнал и реально она начала кушать уже конкретно а вы понимаете же когда ты женщине любишь как ты и от еды будешь прогонять такое невозможно такие усилия приходится над собой приложит вы не представляете но видео то надо доделать что ладно еще раз пробую айсам бы короче про оператор что-то говори сам уже ем тут капитально это восхитительно без всяких но или и так далее целом и подведу итог рецепт очень простой в то же время ребят невероятно вкусный я уверен если вы грузинскую кухню любите даже если не любите вы получите массу удовольствия это такая вкуснятина и гаррику тоже спасибо гарри джан приготовили митва и харчо вещий балл брат тебе ставим и тебя и харчо короче ладно друзья хочу под конец вам напомнить результат розы греша вот эти три человека пожалуйста напишите на почту там об ответе человеке и вашей картине вам пришлет не забудьте а с вами был жураб или же помните мы тут заботимся чтобы вам на этом свете жилось повкуснее живите долго живите вкусно пока пока сегодня я не ухожу